Хоккеисты Рязани подбили самарских летчиков. Ледовая дружина Павла Десяткова уступила гостям на домашней площадке с крупным счетом. Первыми забили игроки ЦСК ВВС. За ошибку в своей зоне хозяев наказал Евгений Грошев. После этого за дело взялись рязанские хоккеисты. Уже в первом периоде они сумели отличиться дважды. Во втором отрезке встречи было видно, что подопечным Десяткова не хватает свежести. Сказались два тяжелейших поединка с питерскими командами. В единоборствах гости по всем параметрам переиграли самарцев. Тем не менее Игорь Игнатушкин подарил надежду своим партнерам и болельщикам в третьем периоде. После гроссмейстерского паса Максима Лазарева хоккеист вколотил шайбу в ворота соперника. Но Рязань в этот день просто была сильнее. Хозяева нарвались на несколько удалений и пропустили еще две шайбы. Как итог неутешительные 2-5 на табло ледового дворца спорта «Кристалл». По словам Павла Десяткова игрокам не хватило сил. Даже при счете 1-3 подтянулись, там 3-2 стало. Но эти ненужные удаления абсолютно сломали концовку и сами видите к плачевному результату привели. Наставник хоккейной команды Рязань остался доволен игрой своей подопечных. Дружина Сергея Решетникова показала характер и не расклеилась после первой пропущенной шайбы. Это была, как говорится у нас, игра за 4 очка. Поэтому я рад, что ребята выложились полностью на льду. В раздевалке была одна единая команда и победили. После этой игры ЦСКА ВВС опустился на 11-ю строчку в турнирной таблице. Волжане имеют в своем активе 14 очков. Следующий поединок состоится 16 октября. Летчики будут биться с воскресенским химиком на домашнем льду. Стартовый свисток прозвучит в 19.00. Игра пройдет без зрителей. Анатолий Головко, Григорий Плешаков. События.